Муж прям практически всегда отказывает. А как можно влюбиться в мужчину, который тебе всегда отказывает? Ты садомазохиста? Мне неинтересно твое мнение, ты мне не важна, мне на тебя плевать. Я тебя не уважаю. Мне неинтересны твои интересы. Мне интересны только собственные интересы и только я, а ты моя условная слуга для исполнения моих интересов. Привет, как вы знаете, я не могу остановиться. Я и вся наша команда, мы всегда ищем какие-то новые форматы. Хочется сделать что-то уникальное, офигенное, чтобы было интересно смотреть всем. Было живо, интересно, весело, где-то грустно, где-то хотелось поплакать. Мы тестируем формат. И прямо сейчас очередной эксперимент с живыми разборами в Инстаграм. Те, кто еще не подписан, прямо сейчас подпишитесь на мой Инстаграм. Я регулярно провожу живые разборы, на которых одновременно участвуют тысяча, полторы-две тысячи участниц. Одновременно в пике. Прямо сейчас вы станете свидетелями наших разборов в прямом эфире в Инстаграм. Если этот формат вам понравится, поставьте лайк обязательно, подпишитесь на канал и поделитесь вашим мнением в комментариях. Потому что ваша оценка, ваш голос, он самый важный. И мне важно, и всей нашей команде важно делать то, что заходит вам, и то, что ценно, полезно и интересно вам. Добрый денек. Вечер. Добрый день. Город. Город. Мы вчера начали разговаривать, и, к сожалению, сел телефон. Ну, я немножко повторюсь, меня зовут Аня, мне 32 года, и замужем 8 лет. У нас двое детишек прекрасных. Много недопониманий с мужем, прослушала классный ваш курс бесплатный, честная инструкция. Многое для себя взяла, и еще многое возьму, я думаю. И вопрос, муж практически всегда отказывает, не часто, а как-то на любой вопрос. Это было с самого начала? Ну, да, да. То есть ты выбрала мужчину, который тебе с первых секунд общения с тобой отказывал, но ты его почему-то влюбила с него, да, правильно я понимаю, и решила, что он будет твоим мужем? Я это задаю вопрос не для того, чтобы тебя приставить к стенке, для того, чтобы не было понятно. Так, хорошо. Да, придется, да. Хорошо, а дальше? Какой вопрос? Ну, вопрос такой, как бы непонятно, почему идут такие отказы практически всегда. А сколько вы вместе? 8 лет в драке. А как давно ты задаешь вопрос себе этот, почему идут отказы? Да, практически постоянно я ему задаю этот вопрос и себе задаю. А зачем ты, а можешь мне объяснить, зачем ты выбрала такого мужчину? Хороший вопрос. Влюбилась. А как можно влюбиться в мужчину, который тебе всегда отказывает? Ты садомазохистка? Да вроде нет. Да вроде да. Но, к сожалению, не в сексе, а в жизни. Это хуже. Если в сексе садомазохистка, это еще более-менее, а вот в жизни это, конечно, жестоко. Ну, и что ты хочешь от меня услышать? Что, какой вопрос? Возможно, если, может быть, что-то не так делаю, не так спрашиваю, или как-то где-то, не знаю. Включаю, может, да. Андрей, из того, что я слышу, понимаешь, если ты выбрала такого мужчину, и он изначально таким был, наверное, это первое, что ты сделала не так. Влюбилась и выбрала такого мужчину в мужья, которому плевать на тебя. Что значит отказ? Это значит, мне не интересно твое мнение, ты мне не важна, мне на тебя плевать. Соответственно, что это значит? Я тебя не уважаю. Мне не интересны твои интересы. Мне интересны только собственные интересы и только я, а ты моя условная слуга для исполнения моих интересов. Я правильно понимаю? У вас такие отношения? Близко. Так, и еще раз тогда, чем я могу быть тебе полезен, скажи, пожалуйста. И, наверное, ты думаешь, да, что я несчастлива, потому что муж мне отказывает во всем. Да нет, до недавнего времени я думала, что все-таки проблема в нем, и он плохой человек, и все такое. В общем, вина на нем всегда. Так, так. Но для вебинаров бесплатных, которые сейчас на инструкции, многое я поняла для себя, что надо начать с себя и самооценку свою поднимать. Поэтому иду на путь женщины. Супер. Смотри, ты мне просто скажи, чем я могу быть тебе полезен, что ты от меня хочешь услышать, что тебе прямо сейчас непонятно, что прямо сейчас тебе важно услышать. Когда начало путь женщины? Путь женщины стартует 17 декабря. У тебя уже должны открыться предварительные уроки. Смотри, сейчас тебе... То есть и правильно я понимаю, что ты ни в чем мужу не отказываешь? Не, неправильно. А как? У нас... Ну, я... Не всегда есть какие-то моменты, где я соглашаюсь и делаю все то, что он мне прикажет, и я не чувствую... Хорошо, смотри, смотри, прямо сейчас, до начала путь женщины. Тебе, мужчине, когда он будет в нормальном настроении, нужно спокойно, мягко и без наезда задать вопрос. Слушай, дорогой, а так получается, не подумай, что я тебя обвиняю, я понимаю, все понимаю, да, просто хочу понять для себя. Вот так выходит, что постоянно я там слышу отказы, да, в свой адрес. А ты мне можешь сказать, я могу это как-то исправить? Что мне нужно изменить в себе, может быть, в отношениях к тебе? Что исправить, что изменить, что в себе улучшить? Чтобы ты, ну, было меньше отказов, например. И вообще это реально, скажи, или это вообще нереально? Вот ты задавала такой вопрос ему? Такой нет. Задай такой вопрос. Только главное спокойно и мягко, и когда он в нормальном, ну, в более-менее нормальном настроении. И не важно, что он скажет, хорошее, плохое, просто услышь это. Но ничего пока с этим не делай. То есть, если он тебе скажет, да, ты же мне тоже отказываешь, вот, ты помнишь, я тебя там просил, да, а ты мне тоже там отказывала, и я тебе за это мщу теперь, ну, тогда тебе будет точно понятно, да. Худшее, что может сказать, слушай, отстань, или худшее, что может он сказать, что, что бы ты ни делала, ничего в ответ не будет. Все, я поняла. Поняла? Дальше, когда ты пойдешь на путь женщины, целью путь женщины, это поднять, понимаешь, причину. Самое худшее, это не то, что ты там условно могла выбрать не того мужчину, или что ты отказываешь, или то, что ты несовершенна. Не это худшее, а худшее то, что движет тобой, что ты выбираешь такие отношения. Что движет тобой, что ты на это соглашаешься. Не, я понимаю. И это одно из того, что тебе нужно проработать. И на что это повлияет? Это изменит фон, либо это изменит фон ваших отношений. И мужчина будет, когда ты изменишь отношение к себе, окружающий, в том числе мужчина, будет менять отношение к тебе. Понимаешь? Либо ты поймешь точно, что нет, это был неправильный выбор. Я прокачалась, а он остался на том же уровне. И я понимаю, я уважаю себя, я люблю себя, я к себе хорошо отношусь. И больше я не готова продолжать это терпеть. Понимаешь, о чем я? Да. Но сейчас перестань бороться с мужчиной, перестань ему что-то доказывать, исправлять его, критиковать. Понимаешь? Это бессмысленно. Это сейчас, это бессмысленно. Что, делаешь это, да? Да. Это бессмысленно. Это не значит, что терпи, а тебя вытирают ноги, а ты улыбайся. Нет. Стартанет путь женщины, прокачаешь себя, это не годы, это всего лишь 30 дней, и ты увидишь изменения. Хорошо? Да, конечно. А сейчас задавай себе вопрос, как я сама себя могу сделать счастливой, что я сегодня могу для себя сделать. Даже мелочь какую-то, чтобы я сама себе была там радостнее, там залы, не знаю, там хобби, увлечения, там путь женщины и так далее. Каждый день задавай себе пока такой вопрос до начала путь женщины. Хорошо. Поняла? Да, да. Точно? Точно. Все. Спасибо большое. Обнимаю и жду тебя на путь женщины, и жду твоих отчетов на путь женщины. Спасибо, жду с нетерпением, честно. Пока-пока. Пока-пока. Счастливо. Это был пример о чем? Пример чего? Наше содержание, да, вот то, насколько мы прокачаны, оно, то есть некий уровень, у каждого из нас есть уровень нормы. Мы выросли, нам стало 18 лет, 20 лет. У каждого из нас есть уровень нормы. И вот задай себе вопрос, а какой у меня уровень нормы, например, был или есть сейчас при выборе мужчины? И знаете, есть девушки, которые настолько боятся остаться одни, одинокими, настолько боятся остаться одни, или на них настолько давит общество, что давай замуж, замуж, что они готовы там влюбиться или выбрать даже, ну, не очень-то достойного мужчину. И пойми, можешь сказать, это он, мудак, недостойный, отказывает ей, ну, блин, ну, никто же не заставляет вас тусоваться с мудаками, выбирать мудаков, создавать с ними отношения, терпеть это, ну, если ты уже поняла, что он мудак, терпеть это. Но при этом я также не советую, если у вас в отношениях что-то не так, резко бросать. Потому что самое лучшее решение, это прокачать свой уровень, из прокачанного уровня принять правильное решение. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и поделись в комментариях, как тебе такой формат. Возможно, ты посоветуешь нам еще варианты форматов, которые могут быть ценные, полезные, интересные, увлекательные для многих зрительниц. Субтитры сделал DimaTorzok